Представила ежегодник, в котором среди главных угроз упоминается деятельность российских спецслужб. В КАПО отчитались задержания в начале года российского гражданина, работавшего на ГРУМ. О чем еще написано в ежегоднике в следующем репортаже. 9 января работники полиции безопасности задержали в Эстонии гражданина России, который работал на российскую военную разведку. В истории КАПО это первый случай, когда сотрудниками ведомства был задержан агент ГРУ. К слову, в ежегоднике КАПО было уделено немало внимания агрессивному поведению официальной Москвы. В отчет вошла информация о том, как в прошлом году Россия подослала на мероприятие в Синеме правого радикала, чтобы тот продемонстрировал кремлевским СМИ свои татуировки со свастикой. Упомянута и попытка подорвать проведение парламентских выборов в Черногории, в связи с которой в международный розыск были объявлены еще два гражданина России. В политике Кремля сегодня все больше преобладают черты уже знакомых нам времен Холодной войны. Например, когда предпринимаются попытки провести в западных странах так называемые мирные марши. Раздражающим фактором для российских властей остается и укрепление восточных границ Североатлантического альянса. Слышна реакция России на агрессивные действия НАТО в странах Балтии, но почему-то не говорится о событиях Грузии в Крыму и о том, что сейчас происходит на востоке Украины. Необходимо понимать, с чего все начиналось. Отмечают в ведомстве и возросший интерес российских спецслужб к работе местных журналистов. Журналисты всегда являлись одной из главных целей российской разведки. Это легко объясняется. Любой человек является ценным, когда у него есть возможность влиять на мнение других. Попал в ежегодник КАПО и мэр Нарвы Тармут Тамиста. Фотография подписания им договора о дружбе с российским городом Кингисеппом иллюстрирует раздел о пропагандистских проектах Москвы. Прокомментировать актуальной камере свое появление в ежегоднике Тамиста отказался. Продолжение следует...